Значение опорно-двигательного аппарата. Состав, строение, рост костей, соединение костей. Вспомните, какое строение имеет опорно-двигательный аппарат у млекопитающих? К какому типу ткани относятся костная хрящевая ткань? Как вы думаете, какое значение для костей имеют органические минеральные вещества, входящие в их состав? Значение принципа организации опорно-двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппарат человека состоит из двух частей – пассивной скелета, активной мышцы. Он выполняет множество функций. Опорная функция – кости, скелета и мышцы создают опору всем внутренним органам, определяют форму и размеры нашего тела, поддерживают его в вертикальном положении. Двигательная функция – все живые организмы способны двигаться. Движения человека очень сложные, разнообразные. Все они совершаются за счет сокращения мышц нашего тела, прикрепленных к костям или к коже. Защитная функция – кости, скелета и мышцы защищают органы. Череп предохраняет от повреждений головной мозг, позвоночник – спиной. Грудная клетка закрывает крупные сосуды и органы, расположенные в грудной полости. Сердце – легкие дыхательные пути, пищевод. Органы брюшной полости сзади защищены позвоночником, снизу – тазовыми костями. Впереди – мышцами живота. Кости и мышцы также участвуют в обмене веществ, в частности, в обмене фосфора и кальция. Кроме того, кости выполняют кровотворную функцию – химический состав кости. Живая кость содержит около 50% воды. Если всю воду удалить, останется сухое вещество, состоящее из органических и неорганических веществ. На долю органических веществ приходится около 30% сухой массы кости. Неорганические вещества кости – это в основном соли, кальция и магния. Если кость подержать некоторое время в соляной кислоте, она растворится. Кость сохранит свою форму, но ее свойства изменятся. Она станет мягкой и гибкой. Если кость прокалить на огне, сгорят органические вещества. Кость почернеет, обуглится, но ее форма останется неизменной. Если прикоснуться к такой кости, она легко рассыплется на мелкие твердые частички. Они чрезвычайно твердые, но очень хрупкие. Это несгоревшие минеральные соли. Неорганические вещества придают костям твердость, а органические вещества – гибкость и упругость. Сочетание эластичности и упругости органических веществ и твердости минеральных солей придают костям прочность. Наиболее прочны кости у человека в зрелом возрасте от 20 до 40 лет. У детей в костях содержится больше органических веществ, поэтому их кости гибкие и упругие. Они менее ломкие, но легко искривляются при неправильной нагрузке. С возрастом химический состав костей изменяется. Из них вымывается кальций и уменьшается количество белка. Поэтому у пожилых людей кости становятся более хрупкими, чаще возникают переломы. Строение кости. Костная ткань организована в виде пластинок. Они или перекрещиваются, как металлические балки сложных инженерных конструкций, или образуют плотные костные цилиндры. Такое строение придает костям прочность. В зависимости от расположения костных пластинок, различают два типа костного вещества – компактные и губчатые. Пластинки компактного вещества образуют сложные системы, состоящие из вставленных друг в друга цилиндров. В центре находится канал, внутри которого проходят кровеносные сосуды и нервы. В губчатом веществе перекрещиваются тонкие костные перекладины, образуют множество ячеек. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки. В ячейках губчатого вещества находится костный мозг. Различают два вида костного мозга. Красный костный мозг, основная функция которого – образование клеток, крови, и желтый костный мозг, богатый жировыми клетками. Соотношение компактного и губчатого вещества в кости зависит от места кости в скелете ее функции. Виды костей. В зависимости от формы и строения различают четыре основных вида костей. Трубчатые, губчатые, плоские и смешанные. Трубчатые кости. Средняя часть трубчатой кости – это тело расширенной концы головки. Снаружи тело трубчатых костей покрыто плотной надкосницей. В ней находится большое число кровеносных сосудов и множество нервных окончаний. Клетки надкосницы активно делятся, обеспечивая рост кости в толщину и срастание ее при переломах. Под надкосницей расположен слой компактного вещества. В центре находится канал, заполненный желтым костным мозгом, а головки кости образованы губчатым веществом, покрытый хрящом. Ячейки губчатого вещества заполнены красным костным мозгом. Суженная часть между телом головками трубчатой кости – это шейка. В детском и юношеском возрасте шейка состоит из хрящевой ткани. Клетки хрящевой ткани активно делятся, обеспечивая рост кости в длину. С возрастом постепенно хрящевая ткань замещается костной. Окончательное окостенение шеек трубчатых костей заканчивается у женщин к 16-18 годам, а у мужчин к 20-22 годам. После этого рост костей прекращается. В скелете человека различают два вида трубчатых костей. Длинные кости плеча и предплечья, бедра и голени, короткие кости плюсные, пясти и фаланги пальцев. Губчатые кости А поверхность губчатых костей покрыта тонким слоем компактного вещества. Под ним находится губчатое вещество, заполненное красным костным мозгом. Эти кости расположены в тех участках скелета, где необходимо сочетание прочности и подвижности. Различают два вида губчатых костей – длинные, ребра, грудины, короткие кости запястья и предплюсные. Плоские кости Плоские кости образованы двумя пластинками компактного вещества, между которыми находится губчатое вещество, расположенное в местах, где необходима повышенная прочность. Кости крыши черепа, лопатки тазовой кости. Смешанные кости Эти кости состоят из нескольких частей, имеющих различное строение форму. Кости основания черепа, позвонки. Соединение костей В скелете человека насчитывает более 200 костей, которые соединены между собой. Различают непрерывные, неподвижные, полуподвижные и прерывные подвижные соединения. Непрерывные соединения Такой тип соединения обеспечивает объединение нескольких костей в единую прочную структуру. Например, неподвижно с помощью швов соединены кости мозговой части черепа. Полуподвижные соединения обладают частичной подвижностью. Соединение костей осуществляется с помощью упругих речевых прокладок или дисков. Полуподвижные соединены между собой позвонки, ребра с грудиной и грудными позвонками. Прерывные соединения. Подвижные соединения костей – это суставы. Одна из костей образует суставную головку, другая – суставную впадину. Головки и впадины соответствуют друг другу по форме и покрытой гладким хрящом. Сверху сустав одет плотной оболочкой – суставной сумкой, которая крепко срастается с надкосницей костей. Внутри суставной сумки находится суставная жидкость. Это жидкость и хрящ, покрывающие, примыкающие друг к другу поверхности, уменьшают трение и облегчают движение костей. С помощью сустава соединяются, например, кости конечностей. Именно суставы позволяют человеку осуществлять разнообразные сложные движения. Опорно-двигательный аппарат человека образован костями скелета и мышцами, благодаря совместной работе которых мы двигаемся, а наши внутренние органы имеют защиту. В состав костной ткани входят органические минеральные вещества. Кости отличаются друг от друга по форме. Соединения костей бывают непрерывными и прерывными.